Так, я зашла в Sam's Club, сразу взяла мокрую салфеточку, чтобы протереть штучку. И вот сам, иду, и слышу, кто-то мне говорит, Would you like to get free sample? Так, ну и что показывает? Показывает, что мне надо сюда вставить карточку. Would you like a free sample? Yes, I would like. Can you get Sam's Club membership card? Ну. Как его сканировать? Как его сканировать? Вот так вот. Вот так вот. Would you like a free sample? Can you say? Can you say your Sam's Club membership card? О, you're lucky. Maybe you're... Oh, pass. Two samples. Окей, how did you do it? Create delicious holiday moments. The recipe is on the bag. Start baking. О, thank you. Thank you, you're wizard. А ей дали две, а мне дали одну конфетку. Вот так вот. Вот так люди сканируют и нам дают конфетки. И там дальше тоже много-много всего. Сэпплы по всему. Так, это не моя? Это моя. Окей. Это моя. Be careful. И так, у нас уже продаются вот эти вот цветочки, которые рождественские цветы. Они очень-очень популярны. Здесь в каждой семье вот такие цветы. И возле домов, и в домах. В каждом офисе, везде-везде-везде стоят вот эти вот цветочки. Стоят они 16,98 и стоят они очень-очень долго. Тут же помидорки сразу продаются. Но так как у нас лето на улице, вон он, зеленые помидоринки. Вон они помидоринки. Вот люди берут эти, все берут по конфетке. Это называется кис. Поцелуй. Так, я еще не вытерла свою. Свою. И так, пошли. Тут у нас есть и фото, и... Так, вот уже пошли сэмплы. Можно все это попробовать попить. Hello. How are you? Good. How are you? Good. А что ты такое? This doesn't have eyes, right? Nope. Okay, let me try. Thank you. И вот тут кормят. И кормят. Hi. Can I try one? Thank you. Это не буду пробовать. Попробуют эту сладкую штучку. Заварнула пирожное. Ёлки уже горят. Хотя до Рождества еще очень далеко. Ну, далеко-недалеко. Чуть больше месяца. Полтора месяца. А вот тут опять кормят. Сюда придешь и наешься. Все вот эти пироги, все это можно попробовать, но я не буду. Вон они в этих штучках. Не хочу пробовать, потому что я с утра позавтракала. Бриллиант у нас тут тоже продают компьютеры, тоже продают. Немножко. Небольшой выбор, но есть. Все, пошли. Можно постоянно смотреть на красивую женщину и можно постоянно также смотреть на огонь. Ну, понятное дело, что это не огонь, но тем не менее, как красиво. Смотришь на это и сердце успокаивается. И душа замирает. Меня не перестает удивлять. Вообще, вообще тут никогда таких вещей не было. И вдруг почему-то откуда-то оказалось такое количество сумок. Не знаю, или это сильно, конечно, напичкана всем, но тем не менее. И если это сумки, 49 долларов. Цена, конечно, бешеная. Для таких вот, как бы сказать, не очень, не очень. Ну, кому-то, наверное, это нравится. Вот такое все расписное, там все в огнях. Слишком, слишком много напичканное. Так. Никогда сумки не продавал Сэмсклап. Вот такие, не знаю, чего это вдруг. Кто это вдруг здесь появился с этими сумками. Странно очень. Серебряные сумочки очень люблю. Но тоже слишком много блестяшек. Если бы она была просто серебряная, ну, с другой стороны, и зачем. Тоже 49 долларов. Понятное дело, что это не натуральная кожа. Что-то китайское, скорее всего. Ладно, пошли дальше. Ой, какие серебряные чайники, красные чайники. Итак, мы готовы к встрече... К встрече... Нового года. Так, а где собачьи косточки? Вот собачки, для собачки. Постельки такие. Вон там тоже постельки. Пошли. Наши покупают такой, такие милбун. У нас Боу тоже такие очень любил. И вот прямо куски мяса здесь. Чикен. 20 долларов стоит такая упаковка. Вот прямо, как она... Наверняка это не соленое, но оно как сушеное. Сушеное мясо. Чтоб собачке радоваться, грызть. Много всякого разного. Ладно. Нам это не надо. Опять нас кормят бутербродами. Но я брать не буду, потому что я не хочу. Не хочу. Вон там еще повар стоит в зеленом. Вот там куча зеленых поваров. Я его сейчас покажу всех. Яйца тут у нас все по дюжинам. Дюжина 12 штук. 2,36, 18 штук яиц. Так, надо мне нагнуться чуть-чуть вот тут. Хватит, хватит. Вот можно тоже кусочек взять, но я опять же не буду. Это разрезано 4 части. Вот такой вот. Вот такая штука. Фу, продаю. Даю попробовать. Обязательно попробую. Вот такие домашние выпечки. Выпечка с каким-то... С чем это? Как он называется? С чем-то сладким вообще. Эта упаковка креветок стоит 29,97. 30 долларов. Это 20 долларов за килограмм получается. Они полностью уже готовы. Я считаю, что цена небольшая для таких креветок. Вот это стоит 15 долларов, а не готовые креветки. И там уже есть вот этот соус внутри вот тут стоит. 50 креветок очищенных. Крабовые ноги, конечно. Цена почти 19 долларов за полкило. Это будем говорить 30... Почти 40 долларов. 38 долларов за килограмм. Стала опять вот целенькая. Но она почищена без кишок. И вот это, что я очень сильно люблю, это си скалопс. Громадные такие скалопсы. И стоят всего ничего 27-28 долларов. Но в ресторане вот за таких за 3-4 штучки в ресторане, если вас возьмут блюдо, будет стоить по 30 долларов. Потому что это делишес, это деликатес. И вот уже креветки. Они почему-то даже дороже, чем те. Эти креветки вообще по 13-49. И грудки. Вот эта большая упаковка стоит 12-37. Громадная. Ой, сколько ж тут? Сколько ж тут? Тут 6-6. Почти 3 килограмма. И вот цена за паунд. За полкило. Доллар 88. И опять еда. Опять еда, опять сырок. Hello. How are you? Сыротик я попробую. Кстати, надо эваку. А вот и вот. Вот мой знакомый Иван. Привет, Иван. Как дела? Иван the terrible. До свидания. Hey, don't tell me до свидания. Say hello to me. Куе маста. Такой шкодный. Я иду, он все время мне кричит. Эй, привет. Привет, привет. Окей. Даже вина дадут попробовать. Но вино не люблю, не пью вообще. Поэтому. И вот опять какая-то еда. Булочки, булочки с чем-то. Ладно, кушать уже не буду. Вот этот чиз. Обожаю его. Но он такой жирнючий. И вот он стоит. Упаковка это 8,98. Очень вкусный. Бри. Импортированный с Франции. Но я уже боюсь его покупать. Потому что очень-очень жирный. Ну, тут для волос все. Шампуни. Кондиционеры. Масло для волос. Все что угодно. Чего только, чего, только чего. И вот это мой любимый крем. Он стоит 7,98. Я мажу этим кремом и лицо, и ноги, и все тело свое мажу. Я его очень люблю. Я так рада, что я его нашла. Потому что мне, наверное, каждому человеку достаточно сложно подобрать крем под себя. Но вот все, что я перепробовала в своей жизни. Покупала самые дорогущие крема, и такого эффекта не было. Как-то скатывались на лице. Как-то чувствовалось неприятно. А вот этот крем просто находка был для меня. Просто находка. Тут у нас аптека. Тут у нас тоже всякие разные витамины и таблетки, которые можно продавать без рецепта. Кстати, все гораздо дешевле здесь. Тут большие пачки. И вот тут у нас можно измерить давление. Но мне пока не надо. Мне пока не надо. Так, ну, понятное дело, и туалет. Тоже мне туда не надо. Мама, Олей. Трай это здесь. Так, попробуем. Симпл. Вот он, Симпл. Олей. Ручки намазала, пошла дальше. Памперсы, памперсы. Цветы обязательно в каждом магазине продаются. То есть рынка с цветами у нас нет. Пришел, купил цветы в Паблексе, в Волгринсе. И вот уже пошли, пошли, пошли. Сейчас покажу. Уже подарочные варианты. Детские игрушки здесь есть. И вот они пошли подарки уже на Тенгс Гивен на День Благодарения. Вот красивые такие шоколадные наборы. 24-25 долларов. Игрушки детские. И вот они пошли, подарочные наборы. Здесь тоже есть все. 39 долларов. Вот такая громадная штука. И тут... Что у нас тут? Ну, тоже всякая еда. Всякая еда. Не знаю. И вот она какая громадина. За 99 долларов целая лодка. Ух ты, какая прям целая лодка. Чего только там нет. Ну, тут вообще в Америке громадные порции. Это 49 долларов стоит. Вот такой большой-большой подарок. Тоже там... Тоже, опять же, всякая еда. Ну, и конфетки. И вот еда. Баттер. Масло. Масленица. Попкорн. Это все... Это разные виды попкорна. 25 долларов стоит. Это у нас Winter Morning Breakfast. Зимний, утренний завтрак. Все, что нужно. Даже чашечки для этого есть. Это, по-моему, кофе... Как сказать? Кофе перерабатывать. И тут уже пошли вот такие попкорнги в бак. Вот. Целый мешок попкорна. Вот недавно стали такие пенат. Пенат. Такие вкусные штуки. Но тоже очень сладкие. Стоит всего 10 долларов. Вот такая громадная упаковка. Но, опять же, это себе... Это себе дороже такие вещи покупать. Потому что очень много сладостей. Много... Очень жирное, конечно, все. И... Ну, не для талии. Не для талии. А это у нас 20 долларов. Стоит 19,98. Это у нас что? Тоже, по всей видимости, коробка... А, да, вот конфеты. Вот там внутри. Это как ящичек открывается. Открывается где-то ящички. И полно конфет. Вот это стоит 12,98. Вот это трюфеля. Шоколадные конфетки. 10 долларов. 10,48. Тоже что-то интересное. И что там в этой? Тоже сладкие. Вот тоже шоколадные конфетки. Тоже шоколадные конфетки. Это фондю, по-моему. Куки, ну... Так. Вот 10 долларов такое. 9,98. Громадное. Просто. 1,816 печенья. Ой, даже... Я даже его не подниму. Всего лишь 10 долларов такая сказка стоит. И Дива. 30 долларов. 29,98. Большая коробка. Вон она там. И чашечки Дива. И шоколадки Дива. Год Дива. Год Дива. Это 30 долларов стоит. Ну, в общем, во всех магазинах сейчас пакуются вот такие красивые подарки. Потому что они будут разлетаться. И разлетаться. Европейские шоколадные печенья. Тоже. И стоят они. Цену не вижу. Цену не вижу. Уже новогодний. Вернее, Крисмас. Тут не столько Новый год, сколько Крисмас. Вот такие большие 5 шаров стоят. Громадные просто 5 шаров стоят 20 долларов. 19,98. Ну, плюс налог. Плюс 6,5 налог на все. Все, что не покупается, 6,5 процентов налог. Ну, это для деток, для девчоночек. Домики. Барби. Барби, не Барби. Excuse me. Вот какой громадный подарок. 19,99. Ну, это опять-таки заплетать косички. Смугляшки. Такие очаровашки. 19,96. Ну, тут есть громадные, просто как стадионы, детские магазины игрушек. Поэтому здесь игрушки покупать, конечно, смысла просто нет. Свечи пошли. Свечи, свечи, свечи. Вот это вот, вот эта бумага, бумага для того, чтобы заворачивать гифт, гифт подарки, чтобы заворачивать подарки. Всякая-всякая-всякая, разная бумага. Но тоже, ну, тоже здесь очень мало всего этого. Есть специализированные магазины, где их просто, этих бумаг, бери не хочу. Вот такие пять свечей громадных. Они стоят 21 доллар. 22 доллара. Очень красивый, хороший, подарочный такой вариант. Ну, это венки возле дома вешать. Я их не очень люблю, но что делать? Надо смириться. Вот, пожалуйста. Можно стать певицей. Karaoke System. Еще одна караоке тоже. Вот так вот это выглядит. Тут можно вдвоем петь сразу. Не знаю, надо ли подключать к телевизору, каким образом, не знаю. Ну, с моим голосом мне еще только на караоке петь, конечно. Смысла просто нет, людей пугать. 3,83 стоит. Вот такая упаковка из 35 бутылок. Пол-литровой бутылки. Моя самая любимая вода. Зефир. Источник зефир называется. Треба, конечно, хавася. Вот 4,98. Сколько здесь булок. Ну, мы никогда такую не покупаем, потому что мы не в состоянии все это съесть. Вот 3,98. Сколько булок всяких разных. Вот эти черные булочки я когда-то брала. Но мы брали попалом с подружкой, потому что одной семье это не осилить. Вот тоже такой черный хлеб. Тоже 4,98. Тут из них сколько? 6 хлебцов таких. И то же самое белые хлебцы такие. Все это прочее. Хлеба, конечно. Хлеба ешь не хочу. Тортики вкусняшки. Пирожные, чизкейки. Очень, очень здесь 13,98. Цены, конечно, смешные. Вот он чизкейк. Но тоже очень жирнючий. Его кушать нельзя. Ну, если вы не боитесь потерять талию, пожалуйста. Вот такие кругляшки, какие красивенькие. Всяких разных торты вот со стружкой какой-то. Вот такой торт стоит 17 долларов. 18 долларов. Вот 12 долларов. Вот такой такой. 17,98. Морковный торт. 15,98. Вот он громадина. И вот такой вот я люблю и всегда покупаю, когда будет еда. Вот он 15,98. Громадный тортилла, тортилла, тортилла. И 4,98. Вот такая курица уже на вертеле. Громадная курица. Почти 2 килограмма. Вон она. И стоит всего 4,98. Курочку. Вообще не собиралась брать курицу. Ничего вот это долбаться, что-то делать. Взял курицу за 5 долларов. И ее нам хватит на неделю с Гугласом. По кусочку в холодильник поставили. Вот какой громадный торт. 18 долларов. Офигеть, какой громадный. Красотулечка. Там пирожки, пирожные тоже всякие разные. Я потратила сегодня в магазине 40 долларов и 88 центов. Итак, 11,18 стоят вот эти собачьи косточки. Сыр моцарелла. Без него я жить просто не могу. Он уже порезан и на слайсики. Тут почти килограмм. Очень вкусный. И утречком с чашкой кофе просто сказка. Он стоит 7,98. Яйца я уже показывала цену. И 4,98 стоит такая громадная курица. Пахнет, пахнет, пахнет. Вроде утром позавтракала и прям хочется. Ну, сейчас приеду, буду мужа кормить. Он у меня такой курицу ест, к счастью. Только белое мясо. Он ни ноги, ни лапы, ни спинку, ни крылышки. Он только ест белое мясо. Слава Богу, я его не люблю. Ну, а я уже все остальное. Так что страшно такую курицу покупать, потому что залежится в холодильнике. Потом придется с нее что-то делать, из нее фарш и делать что-то другое. Ну, типа как макароны по-флотски. Потому что мы столько не сидим за неделю. Все, открываю свою машинку. Сижу, как она выглядит без крышки. Вот она вся вот там соком политая. Зажаренная, перезажаренная. Она ее внутри, сверху натирают какой-то вкусняшкой. Она очень вкусная. Такая большая курица. Все, все спрячу в холодильник себе вот сюда. Пока до дома доеду, у меня еще какие-то дела есть. Надо везде успеть и все сделать. Грузилась, закрываем. Закрываем задок. Ставим. Отвезу свою тележку вон к мальчикам на место для тележек. И поехали домой. Погода потрясающая. Села в машину так жарко, как в бане. В машине просто всегда как в бане. И так, сразу, сразу, когда бы не зашла машина, сразу вот эта жидкость, которая, как сказать, убивает все микробы на руках. Это уже привычка. Вот моя штучка, которую я цепляю вот таким вот образом. Вот таким вот образом цепляю на двух присосках. Я забыла, как она называется. Я ее в Амазоне покупала, по-моему, за 70 долларов. 60 с чем-то. По-моему, 70 долларов. Хорошая штука, уже много лет служит, но немножко начинает отклеиваться. Надо новую покупать. Так, попьем водички. Надо открыть окна, потому что очень жарко. Фу, прямо жарко внутри. Итак, бутылочку водички. И домой. Стараюсь мясо не есть, а вот увидела эту курицу и думаю, нет, у меня же муж голодный. Мне же надо моего супруга, супруженечка кормить. Вот так, в стаканчик, господи, бутылочка воды. Обожаю эту воду, в ней никаких непримесей, запахов, ничего нет. Это единственная вода, которую я нашла здесь, обнаружила, что ее пьешь, вот как ялтинская, как из-под крана. Вкусная, вкусная водичка. То есть ничего нет, ни запаха, ничего. В других водах пьешь воду и вот ощущаешь, как что-то на языке, что-то, не знаю, что-то другое, что-то чужое. Поехали.